Добрый вечер! Первый тайм, ну, немножко не то, что не получился, он, в принципе, равный был, но есть исполнители, да, там, ну, штрафной, там, попал, там, в девятку, в принципе, сегодня так, так скажем, удача, наверное, все-таки больше, наверное, было на стороне Барселоны, чем на нашей, вот. Давайте досмотрим атаку и продолжим свою мысль, Аксютенко на подступок к штрафной, катит на Щеблыкина, Щеблыкин, какой удар и прекрасный гол! Вот только сказал про Егора Щеблыкина, и вот он, в девяточку! То есть спокойно должны были доводить до победы, то есть создавали преимущество у нас, было преимущество, вот, ну, есть игроки, да, которые выходят на замену у команды соперников, которые могут перевернуть игру. Есть такие игроки, они очень редко встречаются, но они есть, это, как сказать, плюс Романа Сычева, да, то есть один человек может вот так взять и игру перевернуть, что он и сделал, в принципе. И были моменты, что могли еще им додавить. Но, опять же, говорю, ничего страшного, такие игры, они тоже должны быть, то есть они должны присутствовать, мы должны сделать выводы, вот, и уже готовиться к следующей игре непосредственно из выводов. Ребятам сказал огромное спасибо, что играть до конца, я старался второй тайм их поддерживать темп-темп, чтобы они немножко движений добавили, вот, потому что нам этого явно не хватало, вот, и потихоньку-потихоньку, вот, плюс замены, и я думаю, что где-то чуть-чуть качельки немножко повернулись к нам, и здесь уже хорошо гол один забили, немножко выдушевились, шевелились, и уже психологически уже на нашей стороне была качелька, и потихоньку-потихоньку вот так мы доскреблись до минимального счета, и у нас были, да, моментики, я не сказал бы, что сто процентов, но были моменты сравнивать счет. Поэтому, в принципе, молодцы, молодцы, я поблагодарил ребят. И удар, и вот он, гол, о чем я говорил, с этой точки можно прекрасно пробить, и вроде Крюков доставал мяч, и вот 2-0. Друзья, мы в перерыве матча Бруселона-Актуалтай, рядом с нами игрокоманда Актуалтай, Алексей Майер, Леш, привет. У вас появился новый голкипер в концовке сезона на важные матчи, и вот, как говорится в футболе, вратарь, это полкоманды. Вот, как, расскажи, проходила вот эта вот адаптация у опытного все-таки игрока? Да, вроде все нормально, на 2-0 горим. Вот по вот этому поводу у тебя брали интервью, и ты сказал, что задача, ну, как у всех, скорее всего, клубов плей-офф, за два матча, за минимум, выйти в финал и выиграть в финал. Ну, вот сейчас положение такое вот. Положение какое? Половина молодых на тренировки не ходит, все начинается с мелочей, вот, как мы и видим, на поле даже аут иногда не можем кинуть. Но сейчас, дай бог, во втором тайме покажем себя. Должны выигрывать. Хорошо, удачи во втором тайме. Рядом со мной игрок команды Бросилона, Егор Щеблыкин. Егор, привет. Шикарным дальним ударом открыл счет голам своей команды в этой встрече. Как ты можешь вот описать? Да глаза закрыл, ударил. Ну, залетела шальная такая. Ну, хорошо. Главное не это, главное, что контролировать игру. Сейчас нужно выйти и дальше, ну, выиграть этот матч. Где-то в душе есть вот это вот чувство за проигранный прошлый финал, и вот теперь как бы больше агрессии какой-то вот футбольной чисто, что хочется именно оставить Актуалтай позади финала. Да нет, на самом деле нет такого. Просто хочется выйти в финал и выиграть Лигу Бро. Вот так. В прошлом году не получилось, сейчас, надеюсь, получится. Ну, сейчас еще играть надо. В составе Барселоны было очень много игроков из Барнаульского Динамо. Их отзаявили. Появились новые игроки, опытные. Аксютенко, Никита Шибаев, Артем Апалькин. Вот как сейчас без ключевых игроков, таких основы играть против действующего чемпиона? Ну, как, ну, так же играть. Все равно установка-то одна, все знают, как играть. То есть опытные игроки, тем более, ну, конечно, тяжело без скольки, там, семи игроков, но все равно пришли новые, и они играли прошлый сезон, поэтому точно такой же состав у нас, как и в прошлом году. Вот когда ушли лидеры в команды, не чувствуешь ты на себе, что ты немножечко берешь вот это вот лидерство на себя? Да, ну, хочется, конечно, этого, но потихоньку, потихоньку тренируемся, играем. Удача во втором тайме. Ну, и, конечно же, возвращение Романа Сычева, да, сыграло свою роль. Роман, наверное, еще не готов полный матч проводить, но, тем не менее, вышел на поле, гол, передача. Ну, бомбардир, что же скажешь. Рома очень такой и качественный игрок, в принципе. В принципе, все, что мы планировали с ним и раньше, и до игры, в принципе, так и получилось. Запланированная замена. И молодец добавил, я думаю, и силы не только себе, и ребятам. Поэтому будем дальше. Чуть позже, как ситуация успокоится, режиссер трансляции, думаю, обязательно выйдет повтор. Потому что Бросилона по-прежнему в атаке. И Аксютенко в штрафной, и будет ли удар здесь? Вот он, третий гол. Вот и активность Владислава Аксютенко. Сегодня была удивительная история. Нападающий 83-го года рождения сыграл против защитников 2007-го года рождения. Как отметите дебют Влада Аксютенко? Влад, да, Владу огромное спасибо, на самом деле, за игру. Я считаю, он был сегодня лучшим игроком матча. Забил гол, участвовал практически во всех единоборствах. То есть не уступал, мог еще забить. Вот, отмечать мы не будем. Как бы мы с такой статистикой, не знаю, вот вы мне не сказали. Я бы даже и, наверное, не обратил бы никогда внимания. Поэтому будем, самое главное, готовиться к следующей игре. Всем ребятам еще раз огромное спасибо, что вы терпели. Потому что концовка была очень-очень непростая сегодня. А вот Исичев, а вот Исичев, первое появление на поле, первое касание практически, помимо штрафного, и сразу же гол. Какие еще оценки по новобранцам? Марк Барбаков сегодня сыграл свой первый матч, ну, в связи, естественно, с потерями, да, игроков, которые ушли в профессиональные сборы. Я вообще скажу, что у меня сегодня защита была. Два пацана 16-летних играли. Против там, кто уже поиграл в командных мастеров. Поэтому, блин, только респект. Респект, как говорится, и уважуха. Молодцы, пацаны молодые. Да, что-то не получится, да, ошибки есть. Но они растут, они после вот этой игры станут намного сильнее. Намного увереннее себя чувствовать, действовать в следующих играх. Я доволен абсолютно. Подача, и вот опасность сейчас будет. Сычев здорово скинул. И вот он гол, и уже 3-2. А вот и голевая передача от Сычева на Майера. Вот так вот все переворачивается. Перед матчем поступила такая информация, что Бабешко должен был сегодня играть в старте. Что произошло? Да, Данил должен был играть сегодня в основном составе. То есть у него было небольшое повреждение. Вроде как он его залечил, но на разминке почувствовал. То есть недомогание. Он у него голеностопом. Подвернул голеностоп и, соответственно, пришлось делать замену по позиции. Вот, в принципе, пусть лечится. Мы будем ждать его в строю. Ничего не потеряно. Еще есть следующий матч. Чем будете удивлять Барселону? Да, в принципе, да. Есть матч следующий, поэтому мы настроены только на победу, естественно. Поэтому будем давить, так скажем, своей уверенностью, в своих силах. И добавить еще немножко в движение, что нам не хватило сегодня. Вот, поэтому чем-то удивим. В следующем матче тот же соперник, теперь уже раненый. Чем будете удивлять, Алтай? Да, удивить тут уже тяжело чем-то. Это уже не вторая, а не третья игра будет. А четвертая получается. Поэтому будем исходить из своих ресурсов, из своих сил. Соответственно, двигать дальше свою игру. То есть задача у команды есть, поэтому нужно ее выполнять. Но зверь, как вы говорите, раненый, да, он вдвойне опасен. Поэтому будем прилагать все усилия и готовиться к игре. То есть через неделю увидимся. Спасибо, увидимся действительно через неделю. Удачи. Я лишь пожелаю вам капельку удачи. Вот сегодня ее как раз таки не хватило. Да, где-то не хватило этой капельки. Но надеюсь, на следующий матч наша капелька там будет. Спасибо за отличный футбол. Спасибо. Я думаю, что сейчас, когда мяч будет в воздухе, мы услышим финальный свисток. Все. 3-2. В достаточно ожесточенном поединке. Бросилона одерживает первую победу. Счет в серии становится 1-0. Для того, чтобы выйти в финал, нужно через неделю одержать еще одну победу. Для Алтая ничего не потеряно.